26 апреля 1963 года Фидель Кастро прибыл в СССР. Перед этим Хрущев лично изучил все документы о покушениях на кубинского лидера и приказал строго засекретить маршрут его полета, время и место посадки. Ту-114, взявший курс из Гаваны, приземлился на аэродроме Оленья Мурманской области. И первыми Фиделя встретили военные моряки Северодвинска. Специально для гостя прямо к пирсу пришвартовали атомную подводную лодку. Кастро приехал, чтобы подписать с Хрущевым договор о сотрудничестве, но сначала хотел убедиться в военной мощи СССР. Ракет на Кубе уже не было, поэтому Фидель хотел удостовериться, что в СССР есть техника, способная защитить Кубу даже из-за океана. Такую возможность ему предоставили. Кастро до сих пор остается единственным главой иностранного государства, который побывал на базе межконтинентальных баллистических ракет. Ему показали многие секретные военные объекты. Он даже побывал на военных учениях. А 1 мая Фидель стоял вместе с Хрущевым на трибуне Мавзолея. Никого еще не принимали в СССР так радушно. В молодого команданта влюбилась вся страна. Песню Пахмутовой «Куба, любовь моя» о мужественном Фиделе и его барбудос пели все от Кобзона до первоклассников, а Хрущев относился к нему как к сыну. Кастро захотел посмотреть Советский Союз, и ему устроили 40-дневный вояж по стране. Ее маршруты, сроки пребывания в том или ином месте держались в тайне, а за безопасность Фиделя головой отвечали лично первые секретари областных и республиканских комитетов КПСС. Кастро это не нравилось. «Зачем вы принимаете меня как арабского шейха? Ведь я ваш друг», — говорил он местным чиновникам. Фидель проехал от Северодвинска до Самарканда, побывал даже в геологической партии на Байкале. Он хотел узнать, как на самом деле живут простые люди, и просил не устраивать никакой бутафории. Но наши чиновники всего боялись. И когда в Ташкенте Фидель зашел в универмаг, чтобы купить ремень для брюк, то в роли кассира был сам министр торговли Узбекистана. Правда, Фидель этого так и не узнал. В Москве ему присвоили звание Героя Советского Союза. Командант и остался очень доволен поездкой. Через полгода знаменитый Барбудос снова приехал в Союз, и тогда уже вдоволь насладился прелестями русской зимы. Он охотился, ловил рыбу, пил водку на морозе. И в этом значительно превзошел своего учителя Хрущева.